Всем привет! Меня зовут Ника Лазовская, я шеф ресторана Дизингов, который в Одессе. Сегодня в Академии Асмаку Сильпо мы вместе с вами приготовим ризотто из израильского кускуса, он же птитин, с лососем, приготовленным на 54 градусах и с вяленым болгарским перцем. Для этого рецепта нам понадобится филе лососем, нам понадобится израильский кускус, который по своей сути, в принципе, это даже не кускус, это макаронное изделие, он так называется, потому что его там придумали в Израиле, и заменить его кускусом обычным марокканским нельзя в данном рецепте. Вот, мы используем также уже готовый, продающийся в Сильпо бульон овощной, чтобы не делать его самим, и чтобы ризотто было насыщенным. Вот, мы используем оливковое масло, это то оливковое масло, в котором мы будем готовить лосось на низкой температуре, и он должен быть полностью погружен в данном случае в это масло. Поэтому мы взяли такую базовую, базовый вариант оливкового масла фирмы Премия Сильпо, который, кстати говоря, как я сегодня узнала, делают, изготавливают в Испании, и просто он продается в Сильпо под этой торговой маркой. Вот, мы все равно будем использовать сливочное масло для ризотто, у нас есть болгарские перцы, чтобы их завялить, пекорина, чеснок, лук, соль, тимьян и сливки. Для начала мы ставим наши болгарские перцы запекаться в любой посуде для запекания, которая у вас есть, сбрызнув маслом на 200 градусов, на 30 минут, чтобы мы потом могли снять с них шкурочку и отделить филе. Следующее, что мы делаем, нам нужно будет нагреть это масло до 54 градусов. Значит, мы включим не самый большой огонь, в то время, пока мы будем разделывать лосось, масло как раз нагреется до нужной температуры. Так, наше масло греется, мы сразу погружаем туда градусник, включив его предварительно, потому что мы точно не хотим его вначале нагреть, потом, чтобы оно остыло. Вот, в это время мы займемся лососем. У меня есть прекрасный, очень удобный предмет. Он, возможно, в хозяйстве и не так часто нужен, но зато, когда он есть, это сразу очень сильно упрощает жизнь, когда нам нужно достать косточки. Следующий этап, нам нужно отделить само филе от кожи лосося. Для этого я собираюсь войти сюда ножом середины, так мне будет проще двигаться в обе стороны. И еще я не хочу зацепить эту коричневенькую такую часть, которая есть. Я хочу, чтобы было прямо исключительно красненькое мясо лосося. Вот, это спинка, собственно говоря, которую мы будем использовать. Вот у нас и есть наши две порции. В данном случае у нас чуть-чуть больше лосося, чем нам нужно. Мы не будем весь использовать, но я покажу, как можно брюшко использовать, просто добавив его в само ризотто, чтобы вы знали, как использовать по максимуму все части. То есть, к примеру, это могли бы быть тоже порции, а вот это мы используем тоже на кусочках. Тут нарезка не очень важна, это все равно будет симпатично смотреться. Отлично. Наш термометр показывает 57-58, это у меня несколько градусов выше нашей нужной температуры. Я выключила комфорку. Когда мы погрузим кусочки лосося, которые, кстати, нужно подсолить предварительно, когда мы погрузим туда эти кусочки лосося, температура сама по себе упадет. Наше масло достигло нужной температуры, то есть на несколько градусов больше 54-57-58. Мы погрузили туда саму кожу лосося в качестве второго дна, чтобы в тот момент, когда мы будем, например, заново включать комфорку, нижняя часть нашего нежного филе не приготовилась больше, чем верхняя. Поэтому мы аккуратненько его погружаем сюда. Масло, оно даже не опекает руки, то есть прям совсем-совсем низкая температура. Но она как раз оптимальна и вполне достаточна для приготовления лосося. Эти обрезочки мы еще используем. Это наши лишние две порции. В этом сотейнике в масле лосось должен провести примерно 20 минут. Это зависит немножечко в том числе от размера кусочков. Но в нашем случае они небольшие, я думаю, что где-то 17-18 минут будет оптимально. И в это время как раз это ровно столько, сколько нам нужно для того, чтобы приготовить ризотто. Перцы испеклись и немножко успели остыть, чтобы мы могли их очистить от косточек и от шкурок. И отправить назад в духовку вялиться. Так, вот таким образом мы отделили, можно сказать, филе перцем. Выложили в такую емкость для запекания. Здесь дело в том, что перец должен лежать одним слоем. В перце не должно быть лишней жидкости, иначе это вялене займет очень много времени. А вот так как он у нас, одним слоем, он готов практически. Сейчас мы его посолим и отправим его в духовочку на температуру 150 градусов. Для ризотто в первую очередь нам понадобится примерно пол ложки столовой сливочного масла. Мы включаем средний огонь, может чуть меньше, чем пол столовой ложки. Сюда бросаем веточку тимьяна, раздавленный зубчик чеснока. И то, и другое мы достанем в конце, перед подачей. Дальше. Лук шалот, либо репчатый, мелко нарезанный. На небольшом огне он начинает тушиться. Ему совершенно не нужно жариться. То есть он просто должен приготовиться до прозрачного состояния. Он должен быть практически готов к тому моменту, когда мы добавим туда аптетин. Отдельно в кастрюльке мы греем бульон. Для двух порций нам должно хватить как раз этого пакетика в 350 миллилитров. Когда лук достиг состояния, которое нам нужно, то есть практически готов, прозрачный, мы добавляем сам птетин. На два человека примерно нам понадобится 140 грамм. И вначале мы дадим ему немножко прокалиться в этом масле с луком. Не будем сразу добавлять вино. Хорошо нужно перемешать, равномерно распределить. Когда аптетин слегка прокалился в масле с луком, мы добавляем где-то примерно 70 миллилитров белого вина. Ждем пока все это вино впитается. Птетин в нем начнет постепенно вариться. И тогда мы будем готовы постепенно подливать бульончик. Очень хорошо пахнет овощной бульон, прям так, как должен пахнуть овощной бульон. И цвет у него красивый, золотистый. Все, вот так мы начинаем подливать. И нужно будет это делать все время на протяжении 15 минут, когда видим, что вся жидкость питалась. Подливаем еще. Можно уже потихоньку начинать подсаливать. Мы не будем прям солить полностью, потому что в конце у нас будет пекорина. И поэтому мы чуть-чуть солим с расчетом на то, что еще добавят соли, соли пекорина. Он очень быстро, нужно внимательно, он очень быстро начинает как бы приставать из-за высокого содержания глютена, этой клейковины. Так что, в принципе, от него даже особо отойти не получается во время готовки. С этого момента примерно, мне кажется, так по размеру крупинок, мне кажется, что еще минуты 4-5, и мы будем добавлять сливки, сыр, в самом-самом конце лосось. И, в принципе, мы уже приближаемся к концу нашего рецепта. Он такой красивый, этот титин, прям как жемчужинки. Финальный половничек бульоном мешаем, добавляем сливки. Я всегда это делаю, что говорится, на глаз. Кто никогда не готовил на такое количество, 50 миллилитров, я думаю, где-то. Я взяла нежирные сливки. Мне кажется, это лучше. Буквально 30 секунд, чуть-чуть выпаривается еще бульон. И мы можем добавлять сыр, он чуть-чуть схватит это все, всю жидкость, которая присутствует. Вот, нужно обязательно пробовать ризотто, мне кажется, не знаю. У меня, например, не получается приготовить, несколько раз не попробовав консистенцию зернышек. Пекорином. Потом мешаем. Потом бросаем наш лосось. Остатки, которые мы не хотели. Просто так. Выбрасывать. И выключаем. Так, наше ризотто готово, наш лосось готов. Мы проверяем перцы. Перцы. Перцы тоже нужны уже в кондиции. И мы сейчас будем сервировать. Так, наш перец подвярился. Он стал примерно в два раза меньше, в два раза плотнее. И значит, что в два раза концентрирование. То есть, если вы любите печеные перцы, то эти перцы вы любите, наверное, даже в два раза больше. Мы очень-очень аккуратно достаем лосось. Потому что он очень такой деликатный. Буквально его промокнуть. Стараемся, чтобы не попала веточка тимьяна и зубчик чеснока в тарелке нам не нужен. Они уже сделали свою работу. Я даже не знаю, какое ризотто мне нравится больше. Наверное, наверное, из петитина. Мне кажется, это очень удачный продукт для ризотто. Так, мы возьмем кусочки нашего перца. Буквально вот так. Подложим под лосось. И буквально закончим с щепоткой пекорина вокруг. Я рекомендую не сыпать на рыбку, а только на птетин. Пару соцветий базилика. И наше блюдо готово. Итак, мы приготовили сегодня с вами ризотто не из риса, а из израильского кускуса. Мы использовали пекорина вместо классического пармезана. И мне кажется, у нас получилось классное блюдо. Так что приятного аппетита! Продолжение следует...